По словам председателя комитета Лидии Плиева, одним из основных направлений деятельности ведомства является организация работ по подготовке, согласованию и утверждению схемы территориального планирования субъекта. За прошедший год Ком.Арх.Строем разработан проект для ее изменения. Проведена работа по его согласованию с Министерством экономического развития России, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Ингушетии. По результатам проведенной работы данный проект утвержден постановлением правительства республики и в установленном законном порядке размещен в Федеральной информационной системе территориального планирования. Кроме того, комитетом проводится работа по подготовке градостроительных заключений по отводимым администрациями районов и городов под застройку земельным участком, в части их соответствия утвержденным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. За истекший период подготовлено и выдано 52 заключения. Из них 32 положительных, 20 отрицательных. Махмуд Али Калематов отметил, что за обликом городов и районов нужно тщательно следить. Над этим всем сопричастным органам необходимо работать во взаимодействии. Хаотичность застройки ведет к безобразию города, района, особенно центральных частей. Надо все площадки, чтобы их архитектор, чтобы вы знали. И тогда концепцию выработать. Нельзя там вот, я считаю так и все. Нет, надо обязательно исходить. Там много нюансов. Место расположения земля, финансовая составляющая, коммуникационная, свет, газ, вода. Надо все учитывать эти вещи. Вы должны как единый работать организм. И естественно там же должен быть глава района и города. Потому что облик их, и они стоят на переднем плане. У нас ведь не поймешь, вот едешь вот одно, второе, третье. Улицы идут, и там проулки были. Да, там. А некоторые улицы есть километр. Едешь и взяли вот эти проулки, застроили. Слушайте, ну я же вам говорил, это же не ваша прихоть там, жилые, ярдые, вожди. Слушайте, скажи, у тебя документы покажи. Убери этот забор. Прямо предписание. Пишите, убери забор. Не идет, идите в прокуратуру. Понимаете, если мы не войдем в плоскость права, права не войдем, а будем жить по ингушским понятиям, мы не найдем через 10-20 лет здесь вообще где поставить стоянку, не найдем для велосипеда. По понятиям не надо жить. Почему человек вот берет там, перегораживает и все молчат. А надо просто сказать, слушайте, вот это незаконно. Не хардсвуха, а незаконно, юридически. И вот тебе основание для этого. У тебя вот участок, а ты взял и перекрыл, переулок перекрыли. Ни пожарные не проехать. Там как каменный мешок получается. Вот так вот, там тупик сделали, перекрыли все. Отсюда въезд, улица. Едешь, 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 право, влево, некуда уйти там. Руководитель региона отметил, что только за последний год-полтора были построены десятки школ, детских садов, домов культуры, лечебных учреждений. Однако одно дело – строить много, совсем другое – строить красиво. Правильно и по закону, в соответствии с требованиями архитектуры и градостроительных норм. Даже магаз, который строится по утвержденному генеральному плану, не является в этом смысле образцом для подражания, подчеркнул он. Приготовьте земли, приготовьте, возьмите вот нацпроекты. Вообще, что вы сами думаете, что люди хотят. И возьмите эти, возьмите еще, плакат «Жаеке землю». Зарезервируйте ее социальные, которые объекты жизнь. Эти земли в резерв сразу, под социальные все до 30-го года. У меня сердце разрывается, словно ухо у солнца. Но неужто вот люди не понимают, живущие мы сегодня, что мы оставляем дети? Ну как это вот? Вот я поехал, несколько, и вот в поле строится дом культуры. Вообще совесть есть у кого-нибудь? Или кто-то забыл вообще, что это такое? Просто совесть человеческая. Значит, коммуникацию туда надо тащить, воду, свет, газ там, да? Там очистные надо делать отдельно, да? А потом еще дорогу, тропинку, свет. Туда же ребенок не пройдет. Там километр, сколько выезжали мы туда? Километр 2-3, наверное, ехать. Даже больше. Это от кромки села. Для них-то нужно хоть час-два, чтобы они пошли там в дом культуры, в школу, чтобы они удобно пошли, в садик пошли. Ну это же дети, понимаете? Ну неужто нельзя, вот просто, и вы же там живете, город, район, сельское поселение. Я хотел бы, чтобы вы подумали и о детях, и теген, теген, хамху дожди, нормально будет. Потому что сегодня много у нас проблем. Но эта проблема, эту задачу, мы можем ее решить. Мы можем упорядочить земли. Мы можем архитектурно улучшить их. Для этого есть комитет, да? Если мы вот поэтапно пойдем, я думаю, через определенное время у нас появится ситуация, которая бы радовала бы не только нас. На вас большая ответственность лежит. Но вам надо с людьми говорить, доносить до них это. Давайте до 1 июня. Вот давайте записываем протокол. У Фатахова защищайте все эти дела. Докладывайте реально план города, района, застройки населенных пунктов. Все конкретно сделайте это и утвердите его. По словам руководителя субъекта, при отсутствии должного безотлагательного решения проблема будет нарастать, поскольку региону предстоит масштабное строительство социальных учреждений, для которых уже затруднительно найти земли в центре сельских поселений и городских округов или шаговой доступности для населения. Зелимхан Калоев, Хусин Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24.